В историко-культурном центре первого президента отметили 30-летие независимости страны и 10-летие культурного центра. В рамках мероприятия состоялось чествование ровесников независимости, работающих в различных сферах. Дорогие друзья, я хочу отметить, что это наш коллега, поэтому попрошу вас запланировать громче и ярче на нашу коллегу. В числе уважаемых, Куаныш Тенебек, гражданин проработал в историко-культурном центре много лет и отличился своими достижениями. Мы, как граждане, достигшие 30-летнего возраста независимости, интересуемся каждой отраслью нашего государства. Я считаю, что за годы независимости мы добились многого. Наши предки, отдавшие жизни за мирное небо над нашими головами, могут гордиться нами. Жан-Бата Елбаев, журналист. Работает он на телеканале СРРК Карагандинского областного филиала Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». За особые заслуги в духовном и социальном развитии страны мужчина награжден наградным знаком «Казахстан Республика Сынын Курмиты Азаматы». Сегодняшнее мероприятие дало нам особый импульс. Быть ровесником независимости – большая ответственность. То, что мы имеем сейчас, – большая мечта наших предков. На пути к обретению суверенитета наша страна принимала смелые и твердые решения. И не зря. Ведь сегодня «Казахстан» признан миром. Собрались на торжественном мероприятии соратники головы государства, заслуженные деятели страны, а также солдаты и учащиеся в воинской части 55-16. В ходе сегодняшнего мероприятия были награждены ровесники независимости. Также мы отметили десятилетие центра. Цель такого мероприятия – уважение достижений молодежи, достигнутых в год 30-летия независимости Республики Казахстан, а также воспитания патриотизма. Завершилось мероприятие исполнением песни известной тимиртаусской певицы Жанны Хасеновой. Дмитрий Косыгин, Юлия Исланова, Алексей Устинов. Новости Димиртау.